Всем привет! С вами Павел Маслов, и это первое видео на тему решения неравенств. Задание номер 15 ЕГЭ, за которое ставят два первичных балла. Сегодня обсудим обычные неравенства и основной подход к их решению, метод интервалов. Такой прием, который используется при решении всех заданий на неравенство. Так что очень важно с ним разобраться. Тема несложная, но в ней много оговорок и каких-то подводных камней, поэтому видео будет длинное. Мы постепенно со всем разберемся. Итак, начнем с линейных неравенств, перейдем к квадратным, обсудим, как пример раскладывается на скобки, добавим дроби, обсудим, в чем разница при решении неравенств и решении уравнений. После этого перейдем уже наконец-то к самому методу интервалов, это правило, по которому расставляются знаки на числовой оси. И наконец-то будем решать примеры из экзамена. В каждом из них будет какой-то подвох или сложный случай. После того, как несколько сложных примеров решим, мы вернемся к простым, коротеньким примерам, в которых все любят допускать ошибки. Вот такой план и сегодня. Поехали. Так, обычные неравенства мы решаем точно как уравнение. 2х-4 меньше 0. Четверку переносим, 2х-4 и на 2 делим. Получается, что х-2 мы рисуем картинку, на которой отмечаем точку 2, точка выколота, потому что неравенство строгое. И числа, которые меньше 2, находятся левее от этой точки, так что мы вот так вот рисуем, можем закрасить и написать ответ. Читаем картинку слева направо и пишем, что х принадлежит от минус бесконечности до двойки. Скобка круглая, потому что неравенство, опять же, строгое. И ты вспоминаешь, что неравенства бывают строгие и не строгие. Строгие это когда больше или меньше, при этом мы точки выкалываем, а скобки в ответе пишем круглые. А если неравенство не строгое, больше либо равно, или меньше либо равно, точки мы закрашиваем, а скобки в ответе при этом получаются квадратные. Ну а у бесконечности скобка в любом случае круглая, независимо от того, какое было неравенство. Смотришь на второй пример, и вроде все точно то же самое. Итак, минус 2х плюс 4 меньше либо равно 0. Решаем, минус 2х меньше либо равно минус 4, и тут мы делим на минус 2. И ты вспоминаешь и запоминаешь самое важное правило. Когда мы неравенство делим или умножаем на отрицательное число, нужно поменять знак неравенства в обратную сторону. То есть мы делим на минус 2, получается с этой стороны остался х, с этой стороны двойка, а знак был меньше либо равно, меняется в обратную сторону. Больше либо равно. И в ответе тогда у нас все по-другому. Двойка. И берем то, что справа. x принадлежит от 2 на плюс бесконечности. Здесь скобка квадратная, а бесконечности круглая. Вот это правило про то, что когда мы делим или умножаем неравенство на отрицательное число и меняем при этом знак неравенства, очень важное. Это самая частая ошибка даже в самых сложных примерах. И ты ее не будешь допускать. Идем дальше. Еще один такой же пример. Вроде то же самое. И скажешь, что можно раскрыть скобки и решить точно так же, как мы только что сделали. Это все верно? Вопросов нет. Я просто хочу обсудить такой момент, что у нас двойка умножена на скобку и мы при этом число умноженное на скобку можем на эту двойку сразу сократить. Поделим на 2, тогда останется x минус 3 меньше 0. Мы делим на положительное число, знак неравенства при этом не трогаем. И остается ответ x меньше 3. С этим все понятно, но вот подумал о том, что мы можем брать все неравенства сразу на число сокращать. Хорошо. А теперь пример посложнее. Скобка корень из 5 минус 3 умножается на скобку x минус 3. И все меньше 0. Как такое решить? Можешь поставить паузу и подумать. Если у тебя возникает идея раскрыть скобки, то это в итоге приведет к ответу, но будет очень долго и скорее всего наоборот непонятно. Нужно подумать вот о чем. Что у нас, так же как и в прошлом примере, у нас в первой скобке написано какое-то число. Вот эта скобка, это число, оно умножается на скобку x минус 3. То есть представьте, что у тебя есть калькулятор, который может посчитать корень из 5 примерно, вычесть из него тройку, тогда все это выражение заменится на какое-то число, которое будет посчитано примерно калькулятором, у него будет куча знаков после запятой. Но вот это все равно число, это какое-то постоянное выражение. Значит мы можем взять и на это постоянное выражение сократить. Мы возьмем и прямо разделим на скобку корень из 5 минус 3. Но когда мы неравенство делим или умножаем на что-то, мы очень внимательно думаем про то, делим мы и умножаем на положительное число или на отрицательное. Вот надо подумать, внутри этой скобки как бы плюс или минус. Для этого по сути сравнить, что больше, корень из 5 или тройка. Ты либо прикинул примерно, что корень из 5 это 2 с копейками, 2 и 2, тогда 2 и 2 минус 3, минус 0 и 8, отрицательное число. Либо тройку заменил на корень из 9, и опять же, поскольку корень из 9 больше, чем корень из 5, вся эта скобка отрицательная. Она всегда отрицательная, это какое-то отрицательное число, и мы на него делим. То есть мы делим на выражение, которое меньше 0, скобка у нас при этом сокращается, остается пример без скобки, x минус 3, но мы меняем знак и равенство в обратную сторону. Было меньше 0, получается больше 0, тогда ответ x больше тройки. Вот об этом подумал и запомнил, что мы можем ввелить на выражение, если знаем точный его знак. Знаем, что это выражение меньше 0, на него делим, и у нас пример получается попроще. Переходим к квадратным неравенствам. x квадрат минус 4x плюс 3 больше 0. Квадратное неравенство. Сначала я покажу, как решать правильно, ты это запомнишь, и потом решишь один пример, повторив правильные действия. А уже после этого мы обсудим сам алгоритм, зачем и почему мы так делаем, и посмотрим на то, как люди делают неправильно. Так вот, квадратные неравенства и вообще любые неравенства мы решаем за счет того, что сначала пример раскладываем на скобки, на множители. В случае квадратного неравенства мы пользуемся такой формулой. ax квадрат плюс bx плюс c равно a умножить на скобку x минус x1, x минус x2. То есть, все вот такое квадратное выражение, оно заменяется на произведение. Вначале стоит коэффициент a, который был перед x квадратом, дальше две скобки. x1 и x2 это корни квадратного равнения, которые мы посчитаем, а x, ну это x и есть. То есть, ты эту формулу себе записываешь, запоминаешь, и мы с помощью нее решаем. То есть, нам нужны корни x1 и x2. Для этого мы вместо того, чтобы решать неравенства, сначала решаем уравнение. Прямо выписываем, что x квадрат минус 4x плюс 3 равно 0. Квадратное уравнение, ты считаешь дискриминант. 16 минус 12 равно 4. x первое и x второе это 4 плюс минус 2 делить на 2. Первый корень получается равен единичке. Второй корень равен тройке. Значит, все вот это у нас выражение, оно у нас вот так заменяется. x квадрат минус 4x плюс 3, оно прямо равно единичка умножить на x минус первый корень, минус единичку, умножить на скобку x минус второй корень. x минус тройка. Второй корень, впереди стоит единица, потому что это коэффициент a. Но можно было бы и не писать. Так вот, ты должен подумать, что прям вот это равно вот этому. То есть, если сейчас сделать действие в обратную сторону, скобки перемножить, давай перемножим, x на x, это x квадрат, минус 1 на x, минус x, минус 3x и плюс тройка. x квадрат минус 4x плюс 3 получается ровно то же самое. Прям одно выражение заменяется на другое. Вот это в примере мы как бы не пишем, а пишем мы сразу после этой строчки. У нас получается x минус 1, x минус 3 больше нуля. Мы пример разложили на множители. А теперь будем пользоваться методом интервалов. Но пока в такой простой форме. Мы должны нарисовать ось x. И на этой оси отметить корни, которые у нас есть. То есть, числа, в которых у нас скобки зануляются. Это как раз наши корни есть. Единичка и тройка. В порядке возрастания мы их отмечаем. Единичка, тройка. Точки я выкалываю, потому что неравенство строгое. Получается, что вся числовая ось разбивается на три интервала. И мы хотим узнать знак выражения на этих трех интервалах. Для этого мы делаем таким образом. Берем число из какого-нибудь интервала. То есть, я тебе советую брать какое-нибудь очень большое число из самого правого промежутка. Например, 100 или 100 тысяч или 100 500. Мы берем число 100 отсюда и подставляем вместо x и считаем знак выражения. То есть, 100 минус 1, 99 в первой скобке плюс. В второй скобке 100 минус 3, 97 тоже плюс. Положительное число умножается на положительное число. Плюс на плюс дает нам плюс. Получается, что на этом интервале, где жило число 100, которое мы брали, в этом интервале наше выражение положительное, знак плюс. Дальше. Мы могли бы и сделать то же самое в этих двух интервалах. То есть, взять из среднего, например, число 2, подставить и посчитать. То, что там получается отрицательное значение. Но мы так не делаем. Мы сразу осваиваем более высокий уровень. Знаки у нас в ближайшие 5 минут просто чередуются. То есть, как только мы поставили первый знак плюс, дальше сразу расставляем здесь плюс. Значит, тут минус, здесь плюс. Очень удобно. Гораздо быстрее, чем считать значение выражения в каждом интервале. Ну, про это еще поговорим. Ну, а теперь у нас получилось, что мы хотим решить неравенство больше нуля. Значит, должны выбрать те промежутки, где у нас получается знак плюс. Мы их закрашиваем, отмечаем свое решение. И записываем ответ, читая всю картинку слева направо. Здесь у нас минус бесконечность. Так что x принадлежит от минус бесконечности до единички. Такой значок объединения. Тройка. Плюс бесконечность. Все скобки круглые. Готово. Ответ. То есть, для того, чтобы решить квадратное неравенство, мы сначала должны решить уравнение, найти корни. Первый, второй. Воспользовавшись такой формулой, пример разложить на скобки, на множители. x минус первый корень, x минус второй корень. Если у нас когда-нибудь корни будут получаться отрицательные, то будет минус-минус, и внутри скобки получится плюс. Мы раскладываем пример на скобки, и нам становится удобно считать знак выражения. В том числе для этого мы это делаем. Дальше мы рисуем ось, отмечаем корни, точки закрашиваем или выкалываем, получаются интервалы. Мы берем какое-нибудь большое число 100 из правой промежутка, подставляем вместо x и считаем знак выражения. То есть, не важно, сколько точно получится, важно, что там положительное число. Посчитали, что здесь плюс, и знаки подчередовали. Плюс, минус, плюс. Решаем больше нуля, значит выбрали плюсы и записали ответ. Ты ставишь паузу и решаешь следующий такой же похожий пример. Теперь проверяем. Сначала ты разложил пример на скобки. Для этого решил уравнение. Приравнял то же самое к нулю. Посчитал дискриминант, девятка, и нашел корни. Первый корень получился минус единица, второй корень двойка. Значит, пример заменяется на произведение скобок. x минус минус один, получается x плюс один. Вторая скобка x минус два, второй корень. И все меньше, либо равно нуля. Теперь все готово, чтобы нарисовать картинку. Ты нарисовал ось x, отметил точки, минус один и два. Точки закрасил, потому что неравенство не строгое. И посчитал знак на одном интервала. Взял число 100, подставил вместо x, получилось плюс на плюс. Здесь плюс, значит здесь минус, здесь плюс. И в данной задаче выбираем то, что меньше нуля, то есть промежуток средний, где у нас знак минус. И написал ответ, x принадлежит промежутку от минус единицы до двойки скобки квадратные. Думаю, что у тебя получилось. Теперь поговорим о том, что происходит и зачем мы так делаем. Такая теоретическая часть. Просто надо послушать и подумать. И для того, чтобы все понять, нужно сравнивать решение неравенств и решение уравнений. Давай с этой стороны у нас будет уравнение. x квадрат минус x минус 2 равно нулю. Когда мы решаем уравнение, мы ищем корни. Иксы, при которых все выражение обращается в ноль. Найдя эти корни, минус единичка и двойка. Если сейчас взять двойку, сюда вместо x подставить, 2 в квадрате 4 минус 2 минус 2, 0 равен нулю. Мы получаем верное равенство. Или минус единицу можно подставить. Опять будет 0 равно нулю, верное равенство. То есть мы находим числа. А когда мы решаем неравенство, мы хотим найти много чисел, промежутки. При которых, вот наш ответ от минус единички до двойки, можно взять любое число из этого промежутка, подставить сюда вместо x, взять например 0. Он же принадлежит промежутку от минус 1 до 2. 0 минус 0, это 0, минус 2, меньше либо равно нуля, верное неравенство. То есть мы ищем числа, много чисел, которые если подставить вместо x, будет каждый раз получаться верное неравенство. А для этого, ну, ладно было бы сделать такой немного глупый подход, взять, перебрать вообще все числа. Ну, конечно, так сделать нельзя, потому что у нас чисел бесконечное количество, да, от минус бесконечности до плюс бесконечности. Еще и числа бывают не целые, дробные, иррациональные, так что все числа перебрать нельзя. Но мы как будто пытаемся это сделать. То есть мы взяли пример, предложили на скобки, и теперь все числа перебираем. Вот берем число 100, подставляем, получается там 101 на 98, плюс на плюс, положительное выражение. Посчитали, берем число 99, посчитали, 100 на 97, плюс на плюс, опять плюс, 99, 98, 97. И замечаем, что каждый раз, когда мы берем число отсюда, у нас ничего не меняется. У нас в одной скобке плюс, во второй скобке плюс. То есть каждый раз, когда мы берем число отсюда, 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 ничего не происходит, все одно и то же. Плюс умножается на плюс. Но коренной перелом происходит в тот момент, когда мы перешагиваем через корень уравнения, Через точку, в которой уравнение равно нулю Мы перестягиваем через двойку и начинаем брать числа как бы отсюда 1,9 или просто единичку Когда мы берем теперь единичку и подставляем в скобки У нас первая скобка, она как раньше была, плюс 1 плюс 1, 2 И раньше была плюс на этом интервале и теперь плюс А подставляем во вторую скобку единичку Единицу подставляем 1, минус 2, минус 1 В этой скобке получается минус То есть вот эта вторая скобка, она поменяла свой знак Был плюс, стал минус И в итоге все произведение тоже меняет свой знак Здесь получилось плюс на минус, минус Вот здесь минус И значит каждый раз, когда мы будем брать любое число из среднего промежутка У нас будет получаться минус Так, 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 дальше А когда мы перешагнем через минус единичку У нас с этой скобкой уже ничего не произойдет Она теперь у нас будет пожизненный минус, когда мы здесь находимся А в этой скобке теперь знак поменяется Мы будем брать число отсюда, какой-нибудь минус 2 Подставлять Минус 2 плюс 1 В этой скобке тоже будет получаться минус И произведение минуса на минус дает нам плюс То есть все выражение целиком Опять получается положительное Поэтому у нас в итоге знак плюс То есть мы как бы перебирая все числа на оси Понимаем, что у нас какие знаки на каждом интервале Причем на одном же интервале знак у выражения не меняется Знак может поменяться только в корнях Так что как раз за счет этих корней знак и чередуется Вот об этом нужно подумать И теперь, когда мы знаки на всем, на всех-всех интервалах определили Мы, нас же интересует, где у нас выражение меньше либо равно нуля Так что мы выбираем там, где у нас минус И пишем ответ, что взяв любое число из среднего промежутка Можно взять и минус единицу и саму двойку Потому что края промежутка входят в скобки квадратные Можно взять 0, можно взять 1, можно взять 1,9 Любое число из этого промежутка мы его берем Подставляем или в это неравенство, или в начальное Потому что начальное и от строчки это прям одно и то же И у нас получается верное неравенство Вот такой подход А теперь подумаем о том, как люди делают неправильно В уравнении, когда ты разложил на скобки x плюс 1, x минус 2 В произведении равно 0, можно или это 0, или это 0 Как раз получается, что x равен минус единице Или x равен минус двойке Или в этой скобке 0, или в этой скобке 0 Получают корни Находим числа, при которых выражение равно 0 Но в неравенстве вот таким вот подобным образом делать категорически нельзя То есть очень часто ребята хотят написать какую-нибудь ерунду Типа x плюс 1, x минус 2 На скобки успешно разложили Дальше пишут x плюс 1 меньше либо равно 0 x минус 2 меньше либо равно 0 Это меньше 0, это меньше 0 И решают дальше Во-первых, что это такое написано? Два неравенства Наверное, это система Системы мы решаем каким образом? Решаем каждое неравенство x меньше минус единицы x меньше двойки Рисуем это все Меньше двойки Здесь двойка Минус единица Тоже меньше И в неравенствах мы как бы выбираем ту часть, где у нас все пересекается То есть должны были бы взять вот этот левый промежуток от минус бесконечности до минус единицы А это у нас неправильный ответ Если мы будем брать числа из вот этого левого промежутка И поставлять начальное неравенство Это минус 100 Будет минус умножаться на минус Каждая скобка-то у нас отрицательная Но все выражение в итоге Произведение Положительное А это нам не подходит У нас неравенство неверное получается То есть решая таким образом Мы никогда правильный ответ не получим Это совсем неверно Так что Мы не делаем как в уравнениях Вот это все нам не нужно Мы решаем именно неравенство Разложив примерно скобки Мы рисуем интервалы Определяем знак в одном Дальше знаки чередуем Подумал об этом И переходим дальше Теперь переходим к решению Неравенство с дробями Икс минус 3 поделена на Икс плюс 2 больше 0 Опять Сначала правильное решение Как нужно делать А потом обсуждаем Как делать не нужно И как делать неправильно Правильный подход Мы должны Уже все у нас готово Чтобы нарисовать картинку Мы должны на числовой оси Отметить корни числителя И корни знаменателя То есть числа В которых там и там 0 В числителе у нас получается 0 Если икс равен тройке Можно так сверху подписывать А в знаменателе 0 Если икс равен минус 2 Вот два таких числа Нам нужно отметить на оси Ось икс В порядке возрастания Минус 2 Три Точки выколоты Просто неравенство строго У нас все точно Как мы только что делали Ось разбивается на интервалы Мы берем одно число 100 Подставляем сверху 100 минус 3 Плюс Снизу 100 плюс 2 Тоже плюс Плюс делится на плюс Получается в этом интервале Плюс Здесь плюс Значит дальше через дуем Здесь минус Здесь плюс И пишем ответ Нам нужны плюсы Потому что решаем больше 0 Выбираем за себя Опять левый и правый промежуток Получается что икс принадлежит От минус бесконечности До минус двойки И от тройки До плюс бесконечности Ответ И это правильное решение Так и нужно делать Теперь сравним с тем Как делать не нужно И опять разница в том Что бывают уравнения А бывают неравенства И нужно понимать четко эту разницу То есть в примере Опять рассматриваем уравнение То же самое равно 0 Вот в уравнении У нас все отлично Дробь равна 0 Когда числитель равен 0 Знаменатель не равен 0 То есть мы в сторонке Пишем ОДЗ Знаменатель Не равен 0 А числитель Приравняем к 0 И получаем ответ Икс равен тройке Корень Который входит в ОДЗ Икс не равен минус двойки Икс равен 3 ответ То есть мы просто В уравнениях берем По сути И знаменатель выкидываем Когда у нас общий знаменатель И все вооружение равно 0 И мы так делаем В EGA В примерах Постоянно В задачах текстовых Мы все подгоняем Под одну дробь Как только у нас появился Общий знаменатель Знаменатель выкидываем В 12 номере с производной Когда мы решаем уравнение С дробью опять все подгоняем Под одну дробь И дробь Знаменатель выкидываем И в уравнениях Это правильный подход Потому что для того Чтобы получить В результате 0 Нам нужно именно 0 В числителе должен быть 0 За знаменателем Что угодно Кроме 0 И тогда все выражение Равно 0 При х равном 3 0 делится на 5 0 на 5 0 Верное равенство Верное уравнение Так в уравнениях А в неравенствах Это не работает Смотрим опять на этот пример И думаем Как люди делают неправильно Берут И точно так же Как в неравенствах Выкидывают знаменатель Остается Х-3 Больше 0 Х больше 3 И на картинке У нас получается Один промежуток Правый То есть у нас ответ Состоит от 3 До плюс бесконечности Это неправильный ответ Вот правильный ответ У нас не только Правый промежуток А еще и левый То есть мы Таким образом решив Потеряли пол решения От минус бесконечности До минус 2 Почему так происходит Потому что У нас есть знаменатель Знаменатель Тоже влияет на знак Выражения всего целиком Когда мы Знаменатель выкинули Мы просто захотели Что у нас в числителе Оставалось плюс В числителе плюс На что-то делится И решили Что это отлично Это правда Но У нас все выражение Целиком Может быть положительным Еще когда у нас Минус Делится на минус А такая ситуация Как раз происходит У нас в левой части Промежутка В левой части Числовой оси Вот если брать числа Левее чем минус 2 Минус 10 Или минус 100 Подставлять в неравенство У нас там будет Минус 13 Делить на Минус 8 Минус делится на минус И в итоге Опять получается плюс То есть Выкидывая знаменатель Мы Не учитываем знак Знаменателя И поэтому Происходит неправильно Поэтому При решении неравенств Мы всегда Знаменатель оставляем Мы В больших примерах Будем до общего знаменателя Домножать И учитывать знаменатель Мы на оси Отмечаем корни числителя И корни знаменателя И тогда у нас Корни знаменателя Они такие же люди Так же точно Влияют на неравенство Мы их учитываем И уже с учетом этого Расставляем знаки И пишем правильный ответ И теперь смотрим На точно такой же пример Только у нас будет Больше Либо равно 0 Неравенство У которого Не строгое Казалось бы Все то же самое Ось x Отмечаем точки Минус 2 И 3 И вот Вся фишка в том Закрашивать точки Или выкалывать Можешь сам Подумать Поставь паузу Подумай И правильный ответ Тут не то что мы Закрашиваем Или выкалываем Нельзя обе точки закрасить Нельзя обе точки выколоть Потому что У нас Такая хитрая ситуация У нас дробь Больше либо равна 0 То есть нам подходит С одной стороны Равенство 0 И с другой стороны Должно быть Положительное выражение Равенство 0 У нас происходит Только когда В числителе 0 То есть если 0 На что-то делится Если вместо x3 3-3 Сверху 0 0 делится на 5 Все выражение Равно 0 И это нам подходит Поэтому точку 3 Числитель Мы закрашиваем А знаменатель В знаменателе 0 Быть не может Если в знаменателе 0 То мы на 0 делим А на 0 делить нельзя В неравенствах нельзя И в математике Вообще нельзя делить на 0 То есть Когда мы решаем Неравенство с дробями Мы внимательно думаем Как нам точки закрашивать Или выкалывать Точки числителя Закрашиваются Или выкалываются В зависимости от того Какой был знак неравенства Строгий или не строгий Вот здесь строго Точка 3 выколота Здесь не строго И точка 3 закрашена А знаменатель Всегда выколот У нас здесь выколота И в этом примере Тоже выколота Поэтому мы Знаменатель всегда выкалываем Потому что нельзя делить на 0 И у нас ответ получается Дальше-то мы делали то же самое Плюс, минус, плюс Выбрали для себя плюсы И написали ответ с учетом скобок x принадлежит от минус бесконечности до минус 2 Скобка круглая От тройки, у тройки стала скобка квадратная До плюс бесконечности, скобка круглая Подумал об этом Тоже очень частая ошибка Не учитывать то, что знаменатель не равен 0 По сути, когда мы эту точку выкалываем Мы как бы ОДЗ учитываем Мы никогда Мы не пишем ОДЗ в подобных примерах Что знаменатель не равен 0 У нас вот это не равенство 0 Учитывается за счет того, что знаменатель мы выкалываем А числитель закрашиваем или выкалываем Строго или не строго И теперь наконец-то переходим к примерам побольше И осваиваем целиком метод интервалов Сам метод интервалов Великий и ужасный Мы будем тренировать его на таком примере А с правой стороны будет появляться алгоритм действий Который нужно будет запомнить И потом каждый раз в каждом неравенстве делать то же самое Сначала неравенство приведено к такому виду Кто-то нам помог это сделать Либо сразу такой пример дали У нас дробь Числитель и знаменатель разложены на скобки Скобки стоят в каких-то степенях А с правой стороны 0 Все подготовлено После этого начинает работать метод интервалов Мы хотим на оси отметить корни числителя и знаменателя Знаменатель тоже учитываем Для начала мы эти корни выпишем себе Над каждой скобкой аккуратненько подпишем Вот в этой скобке получается 0, если х равен двойке В этой скобке получается 0, если х равен минус тройке А в этой скобке получается 0, если х равен четырем Точки выписали Теперь нужно нарисовать ось И расположить эти точки в порядке возрастания Это тоже важно Потому что если мы вдруг порядок перепутаем То у нас ответ будет получаться неправильным У нас самое маленькое число Минус 3 Дальше идет 2 Дальше идет 4 В этот момент мы думаем Закрашивать нам точки или выкалывать И ты запомнил, что в неравенствах у нас такая ситуация Что точки знаменателя выколоты всегда У знаменателя была корень только четверка Значит четверка выколота А точки числителя, корни числителя Мы закрашиваем или выкалываем В зависимости от того, какое было неравенство Здесь у нас не строго То есть равно 0 возможно Значит и двойку и минус тройку мы закрашиваем Теперь у нас ось разбивается на интервалы И мы собираемся расставить знаки Первый знак ставим так же, как делали до этого Берем число 100 И справа промежутка большое число Подставляем и считаем Только аккуратно это делаем Берем 100 Первые скобки 100 минус 2 98 здесь плюс 100 плюс 3 103 еще возводим в квадрат Скобка в квадрате стоит 3 в квадрате большое число Но все равно плюс Но в этот момент подумал о том Что если бы даже внутри скобки Вот этой получался бы минус Минус возвелся бы в квадрат Дал бы плюс То есть если скобка стоит в квадрате Или в другой четной степени У нас она все равно дает знак плюс Ну и в нижней скобке Тоже получается плюс Но мы ее 96 возвели в куб Плюс на плюс на плюс Все равно плюс, значит взаменатель тоже плюс Плюс умножается на плюс, делится на плюс Все выражение положительно Значит в правом промежутке знак плюс Дальше мы хотим знаки расставить в остальных промежутках Можно, но не нужно Брать число из каждого промежутка Подставлять и считать Почему мы так не делаем? Потому что у нас в каких-то примерах будет этих скобок по 10 штук И ты устанешь Когда устанешь, начнешь делать неправильно В какой-то момент ошибешься с этим вычислением Поэтому ты внимательно считаешь один знак А дальше пользуешься правилом чередования знаков Это вся фишка метода интервала Если у нас корень относится к скобке Которая стоит в нечетной степени То знак меняется Если корень относится к скобке в четной степени Знак не меняется Это нужно записать и запомнить Что в этих фразах у нас один раз встречается не Нечетная меняется Четная не меняется И посмотреть как это работает Мы поставили один знак И хотим узнать этот знак в соседнем интервале Для этого мы перешагиваем через четверку Корень 4 относится к скобке x-4 А эта скобка стоит в кубе В третьей степени Тройка нечетное число Нечетная степень Значит знак надо менять Был плюс Меняем знак Получается здесь минус В этом промежутке определили Идем дальше Теперь хотим узнать знак здесь Перешагиваем через двойку Корень двойка относится к вот этой скобке x-2 Скобка x-2 у нее степень не написана Но ты догадываешься, что эта степень равна единице Ее просто никогда не пишут И во всех предыдущих примерах у нас скобки стояли просто Обычные скобки Они значит были в первой степени Единица нечетное число Именно поэтому мы знак все время просто чередовали Теперь мы это уверенно делаем У нас был минус Степень единичка нечетная Меняем знак Был минус Стал плюс Готово И остается последний промежуток Мы перешагиваем через минус тройку Минус тройка относится к этой скобке А скобка стоит в квадрате Двойка Четное число Значит знак надо повторить Не менять Четная степень знак не меняется Был плюс Значит в этом интервале тоже плюс Пишем здесь плюс И все Готово Пользуясь таким правилом чередования Именно его нужно освоить Сейчас мы будем это пять раз тренировать За счет этого примеры решаются И остается последнее действие Правильно написать ответ Но тут Бывает еще много подвохов Например в этом Например в этом номере Нас нужно выбрать меньше либо равна нуля Казалось бы Нам нужно где минусы Многие берут и пишут промежуток От минус двух до четырех в ответ Но это ошибка Потому что решение не полное Мы решаем неравенство Меньше либо равно нуля Хотим найти иксы Значения При которых все выражение Меньше нуля Минус Либо равно нулю А равенство нулю Достигается еще в точках Которые закрашены Точках минус три и два Они у нас зануляют числитель Все выражение зануляется Все выражение равно нулю То есть это нам тоже подходит И про это нужно помнить Что у нас в точке минус три Несмотря на то что здесь плюс Здесь плюс Самой минус тройки У нас равно нулю Поэтому эту точку нужно писать в ответ Она у нас как бы тоже закрашивается И пишется в ответ Но об этом нужно помнить И чтобы вот такие вещи запоминать Есть такой прием как петелька Ты его сразу себе тоже запоминаешь То есть отмотаем чуть-чуть назад В тот момент когда мы ничего не поставили Знак в последнем промежутке Мы знали знак здесь плюс И перешагиваем через минус тройку Она у нас стоит в четной степени Значит знак мы собираемся повторить Написать здесь плюсик Но когда у нас знак повторяется Мы как бы минус проскочили И вот этот проскок Его нужно для себя отметить Что мы проскочили минус Рисует такую петельку И в ней например Рисует знак минус Так можно делать Эта петелька она нужна только для того Чтобы тебе напомнить Что в этой точке у нас еще Выражение равно нулю Ну либо отрицательное Сейчас вот можно по-разному делать То есть весь смысл в том Чтобы про эту точку не забыть Когда знак повторяется Мы рисуем петельку И эту точку Тогда у нас она идет в ответ Потому что точка закрашена Неравенство меньше либо равно нуля Ответ мы сам записываем в таком виде Икс принадлежит Точка такая изолированная Это пишется в фигурных скобках Число минус 3 в фигурных скобках И промежуток От двойки У которой точка закрашена Скобка квадратная До четверки У которой точка выколота Скобка скруглая И это правильный ответ Все готово Ответ заданий За которые поставят 2 балла Еще раз коротенько О том что мы сделали Мы сначала подписали Сами корни Отметили их на оси Порядка возрастания Подумали о том Как нам закрашивать Или выкалывать точки Исходя из того В числителе Из знаменателей Меньше либо равно нуля Или строго у нас было бы Когда все точки были выколоты И дальше мы хотим Расставить знаки Определив знак в одном интервале Самым правом Так удобно Мы дальше знаки чередуем Либо повторяем Пользуясь вот этим правилом Если мы перешагиваем Через корень Который стоит В нечетной степени Знак меняется С плюса на минус С минуса на плюс Если мы в какой-то момент Перешагиваем через скобку В четной степени В двойке В четверке В шестерке В десятке В четной степени убивает знак Поэтому знак повторяется Но ты запомнил Что для того Чтобы не забыть Нужно рисовать Такую петельку Проскакивая знак минус Мы рисуем петлю В ней отвечаем минус Если тебе не нравится петелька Ты не согласен с тем Что минус То же самое что ноль Можно рисовать Такой флажок Можно рисовать петельку И в ней подписывать Что равно нулю Можно какую-нибудь звездочку Рисовать Вся идея в том Чтобы не забывать Про эти точки В которых все выражение Обращается в ноль И тогда Его нужно тоже Брать в ответ Выписываем ответ Выбираем минусы или плюсы И получаем свои баллы Теперь будем тренироваться Ты смотришь на следующий пример Ставишь паузу И решаешь его методом интервала Теперь проверяем Сначала ты подписал корни Для каждой скобки Здесь у нас занавляется Если х равен минус двойке Здесь занавляется Если х равен единичке И здесь занавляется Если х равен пятерке Числа уже в принципе В порядке возрастания Значит мы их так на оси отмечаем Минус 2 1 5 Думаешь про то Закрашивать точки Или выкалывать В числителе стоит минус двойка Неравенство не строго Значит минус двойку Нужно закрасить А единичка и пятерка Из знаменателя На ноль делить нельзя Поэтому здесь И здесь у нас точки выкалываются Получились интервалы Собираемся расставлять знаки Как всегда Берем самый правый промежуток Из него Берем число 100 Подставляем и считаем 100 плюс 2 в квадрате плюс В этой скобке в пятой степени Плюс Здесь плюс 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 Все плюс Значит справа у нас получается плюс Именно поэтому нам удобно число брать Из самого правого промежутка Потому что у нас так обычно Там будет всегда получаться плюс 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 И все выражение работает положительно А если сначала начинать с какого-нибудь среднего промежутка Там где-то плюс и где-то минус И нужно внимательно это считать И уже из этого интервала Шагать влево-вправо Ну в общем мы лучше берем Самый правый промежуток Почитали что здесь плюс Дальше Знаки расставляем методом интервала Перешагиваешь через пятерку Пятерка Относится к этой скобке Степень четвертая Четная Значит знак Повторяем Был плюс Здесь тоже плюс При этом мы знак повторили Значит проскочили знак минус И можно нарисовать петельку И отметить в ней минус Но можно этого и не рисовать Потому что пятерка В любом случае в ответ не пойдет Точка выколота Значит она не является решением неравенства В любом случае Ну допустим мы нарисовать Идем дальше Здесь плюс Перешагиваю через единичку Единичка у нас вот эта скобка В пятой степени Нечетная Значит надо знак поменять Был плюс Стал минус Отлично Остается минус двойка Минус двойка относится к скобке из числителя Скобка стоит в квадрате Четная степень Значит знак повторяется Был минус Значит опять минус Он повторяется Был минус Сюда рисуем тоже минус И внимательно У нас знак повторился Значит нужно нарисовать петельку Мы проскочили знак плюс Для себя это отмечаем Что в этой точке У нас достигается равенство нулю И про эту точку мы будем потом Внимательно думать И как раз наступает этот момент Чтобы подумать Мы решаем неравенство Больше либо равно нуля Значит хотим для себя Выбрать промежутки В которых у нас получились плюсы Вот здесь явно плюсы Здесь И здесь А в этой точке У нас тоже плюс У меня и равенство нулю Неравенство не строгое Значит минус двойку Тоже нужно написать в ответ Именно для этого Мы нарисовали петельку Нарисовали там плюсик Можно было нарисовать картинку Как-нибудь по-другому С флажками Главное ничего не забыть И написать ответ Что x принадлежит Минус двойке Изолированная точка И промежуток От единички До пятерки От пятерки До плюс бесконечности Обрати внимание Что у нас в пятерке Дырка Точка выколота Поэтому нельзя написать От единички До плюс бесконечности У нас именно Отсюда до сюда И отсюда до сюда За счет двух интервалов Готово Ответ Пока небольшая пауза И еще Теоретические рассуждения Теперь нужно подумать Почему у нас Все так работает Как работает этот метод интервалов Почему мы знаки Именно так чередуем Или повторяем Нужно подумать и понять Потому что так Будет лучше Не просто на автомате Делать действия А понимать Что ты делаешь Так что Про это разговариваем Мы хотим Исследовать знак Неравенства При всех возможных числах Так же как раньше Рассуждали То есть мы берем числа И подставляем Неравенство Взяли сотку Подставили Плюс Плюс Все плюс Значит здесь плюс И какое бы число Мы справа промежутка Не брали Запомнил Что внутри интервала Знак всегда один и тот же Можем взять 100 Можем 9 Можем 10 Можем саму шестерку взять Можем взять шестерку Результат все равно Все положительное Значит Все выражение Положительное Окей Дальше мы перешагиваем Через пятерку Саму пятерку Подставлять нельзя Она выколота Потому что мы будем делить на 0 Ее проскочили Берем число Из следующего интервала Можем взять отсюда четверку Можем взять тройку Мы не берем А вот Пользуясь правилом чередования Это делаем Хотя как будто берем Если мы берем четверку У нас Все скобки Надо подумать Кто из них меняет знак Вот верхняя скобка И х-1 в пятой степени Они свой знак не меняют Они как были положительные Так положительные и остались Мы перешагнули Через пятерку Корень Который относится только к этой скобке То есть только эта скобка Она может поменять знак Остальное все не меняется Но когда мы берем 4 Подставляем в эту скобку 4-5 Здесь у нас минус единица В четвертой степени Четвертая степень Минус на минус на минус на минус Четная степень убивает знак То есть неважно Внутри скобки плюс Или внутри скобки минус Все равно В итоге вот эта скобка Дает нам плюс То есть Перешагивая через корень Для скобки в четной степени Скобка у нас Знак свой не меняет Четные скобки Скобки в четной степени Они не меняют знак всего выражения. А вся остальная часть у нас так и так знак не меняет. Значит, все выражение, какого был знак, такого и осталось. Мы перешагнули через пятерку, эта скобка знак не поменяла, значит плюс и плюс. Идем дальше. Перешагиваем через единичку. Единичка у нас к этой скобке относится, она в пятой степени. И вот в ней, когда мы возьмем отсюда нолик, подставим, у нас будет ноль минус один. Минус единица в пятой степени отрицательное число. То есть у нас будет здесь плюс, здесь плюс, а здесь минус. Все выражение в итоге становится отрицательным. Все выражение поменяло свой знак, один раз его поменяло. У нас только эта скобка сейчас поменялась, значит все выражение один раз меняет знак. Оно было положительное, а стало отрицательное. Значит, когда у нас скобка стоит в нечетной степени, мы именно знак один раз меняем. Был плюс, стал минус. Если бы у нас здесь был минус, мы бы поменяли на плюс. Но идем дальше. Теперь, неважно чем мы тут берем, ноль или минус единицу, или минус 1,9, все выражение одинаковое, внутри интервал ничего не меняется. Перешагиваясь через минус двойку, и опять выражение могло бы поменять знак, если бы у нас поменялась вот эта скобка. Минус двойка только к ней относится. Все остальное у него знак при этом, при этом вот перескоки поменяться не может. Но и эта скобка свой знак не меняет, потому что она стоит в квадрате. Когда мы брали 0, 0 плюс 2, 2 в квадрате было плюс. И когда мы берем число отсюда, минус тройку, минус 3 плюс 2, минус единица в квадрате, минус на минус плюс. То есть скобка как была плюс, перескочили, так она плюс и осталась. Но все выражение вот на этом интервале, оно было отрицательное. Эта скобка свой знак не поменяла, остальные не поменяли. Значит все выражение так и осталось отрицательным, и мы написали знак минус. То есть при этих рассуждениях мы как будто каждый раз какое-то число из промежутка подставляем, считаем, думаем плюс, минус, минус, плюс. Но вот об этом как раз думать уже не надо. Когда один раз выучив метод интервалов, поняв его суть, мы поняли как у нас знаки повторяются, либо чередуются. Что у нас скобка либо меняет знак, если она стоит в нечетной степени, либо она свой знак сохраняет, потому что стояла в четной степени. Это надо понять. Ну и смотришь на следующий пример, ставишь паузу, стараешься сделать опять же его сам, но здесь уже какие-то еще накрутки идут. Проверяем, ну или делаем вместе, если не получилось. Здесь в чем сложность может быть? Ну, во-первых, мы корни, как всегда, выписываем. В первой скобке 2х плюс 3 нам нужно придумать, при каком иксе эта скобка зануляется. Если мы умеем это делать сложно, лучше где-нибудь в сторонке написать, что 2х плюс 3 равно нулю, и прямо решить уравнение. 2х равно минус тройке, поделил на минус 2, получился корень икс равен минус 3 вторых. То есть эта скобка зануляется в точке минус 3 вторых. Окей. В этой скобке зануляется, когда икс равен тройке, в этой скобке зануляется, когда икс равен корень из 5. У нас бывают всякие значения с корнями, еще дурацкие числа, мы их тоже будем на оси отмечать. И важно подумать про вот этот икс в квадрате. Это у нас тоже корень, при каком значении у нас вот это выражение все равно нулю. Или здесь ноль, или икс квадрат ноль. Икс квадрат ноль, когда икс равен нулю. То есть у нас вот это как будто написано скобкой икс минус ноль в квадрате. Только минус ноль в квадрате так не пишут, а пишут сам икс в квадрате. И так постоянно в примерах будет попадаться, нужно про точку ноль не забывать. Отмечать ее тоже на оси. Когда мы корни подготовили, собираемся расставить. Важно их расставлять в порядке возрастания. И при этом нужно подумать, куда у нас попадает корень из 5. Больше он тройки или меньше. Сегодня уже так было. Самое маленькое число у нас минус 3 вторых. Здесь. Дальше идет ноль. Дальше вот подумал о том, что корень из 5, он меньше чем тройка. Потому что тройка это корень из девятки. Так что следующее число идет корень из пятерки. И только потом идет тройка. Если их перепутать, то ответ неправильный. Все решение неправильно. Думаешь, точки закрашивать или выкалывать. Числитель мы закрашиваем. Потому что не строго. Здесь закрашено. Здесь закрашено. А это и это. Эти точки выколуты. Здесь дырка. И здесь дырка. Расставляем знаки методом интервалов. Ставим самый правый знак. Плюс, 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 плюс. Все плюс. Не обращаем внимания на то, что 77 степень. Плюс, 77 степень все равно плюс. Так что у нас в правом промежутке плюс. Перешагиваешь через тройку. Тройка. Вот эта скобка в четвертой степени четная. Значит, как был плюс, так плюсы и получаются. Мы знак повторили. Поэтому лучше нарисовать петельку. И нарисовать, чтобы мы как будто проскочили знак минус. Но в этой скобке на ней не минус. В ней все выражение равно нулю. Потому что точка закрашена. Сейчас мы это будем в ответе обсуждать. Плюс, плюс. Перешагиваем через корень из пяти. Скобка в первой степени. Значит, знак меняется. Плюс меняется на минус. Перешагиваем через ноль. Вот ноль стоит в квадрате. Значит, знак повторяется. Поэтому надо повторить здесь минус. Здесь опять минус. Мы знак проскакиваем. То есть можно, опять же, нарисовать здесь плюс. Но вот эта точка ноль. Она у нас в ответ заведомо не пойдет. Неважно, рисуем мы тут петельку, не рисуем. Точка выколота. Значит, в ответе ее быть не может. Но мы просто тренируемся рисовать петельки. Поставили здесь минус. Идем дальше. Минус три вторых перешагиваем. Корень из этой скобки, скобка аж 77 степени. Но это неважно, насколько большая степень. Важно, четная она или нечетная. 77 число нечетное. Значит, знак надо поменять. Был минус. Здесь написать плюс. Готово. Остается нам выбрать ответ. Внимательно. Решаем больше нуля. Берем плюсы. Здесь плюс. Эту точку не берем. Она выколота. Значит, в ответ не идет. Так что вот эта петелька, она по сути здесь лишняя. Мы ее даже лучше сотрем. Хотя подумал о том, что петельки лучше рисовать. Точка выколота. Значит, в ответ не идет. Здесь у нас плюсы. Нам это подходит. Сама точка три. Опять же, неважно то, что там минус. То, что петелька. Точка закрашена. Она в ответ тоже идет. И правый промежуток плюс. В ответ идет. Именно, как у меня закрашено, такой ответ сейчас и получится. Мы напишем, что х принадлежит от минус бесконечности до минус трех вторых. Скобка квадратная. Дальше. Здесь нам ничего не подходит. Здесь корень из пяти. Точка выколота. Скобка круглая. Корень из пяти. И до плюс бесконечности. Кто-то наверняка написал от корня из пяти до трех. И от трех до плюс бесконечности. Но идея в том, что у нас точка закрашена. И когда у нас здесь квадратная скобка, здесь квадратная скобка. У нас решение как бы сливается. И это подходит, это подходит. В этой точке сливается. Поэтому ответ целиком отсюда. И все, что дальше, нам подходит. И сравни с предыдущим номером. Там была похожая ситуация, но точка была выколота. В ней была дырка. И дырка нам не подходит. Поэтому и там писали от точки до точки. От точки до плюс бесконечности. А здесь точка входит. Значит, вот такая ситуация. Такой ответ не совсем корректный. Правильно писать, что мы с корня из пяти начали и в плюс бесконечности закончили. Вот это правильный ответ. Так, на этом мы пока можно сделать небольшую паузу. Передохнуть, если устал. Дальше мы будем решать примеры уже из ЕГЭ. Целиком неравенство. От самого начала приводить их к виду, в котором можно применять метод интервалов. Решать метод интервалов. И записывать ответ. Идем дальше. Первый пример из экзамена. 2х2-6х поделено на х-4 больше х. Мы теперь все неравенства хотим решать методом интервалов. Но для этого нужно его привести к такому виду неравенства, чтобы можно было метод интервалов использовать. То есть, у нас по плану. Все перекинуть в одну часть. Привести дробь к общему знаменателю. Числитель и знаменатель разложить на множители. И тогда мы воспользуемся методом интервалов. Берем х, переносим в левую сторону. На х-4 минус х. Больше нуля. Домножаем до общего знаменателя. При этом знаменатель у нас остается. Можно написать еще более подробно. Вот так. Делить на х-4 минус х умножен на х-4 делить на х-4. Вот теперь у нас знаменатели одинаковые. Мы их записываем под одним общим знаменателем. Получается вот такое выражение. Больше нуля. Аккуратно всегда раскрываем скобки. Приводим подобные слагаемые. Сначала хотим здесь все скобки раскрыть. Подобные слагаемые привести. А потом опять разложить на скобки. 2х квадрат минус 6х минус х квадрат плюс 4х. Подделено на х минус 4. 2х квадрат минус х квадрат. Х квадрат минус 6х плюс 4х. Минус 2х. Подделено на х минус 4. Все это больше нуля. Хотим разложить числительный и знаменательный на скобки. В данном случае все просто. Можно взять и x за скобку вытащить. x на x-2 делить на x-4 больше 0. Вот теперь все готово, чтобы применить метод интервалов. Можешь поставить паузу и написать ответ. Нам нужно отметить на оси точки. Просто x соответствует корню 0. Здесь 0. В этой скобке 2. В этой скобке 4. Значит нам нужно числа 0, 2 и 4 отметить на оси. 0, 2, 4. Все точки выколоты, потому что неравенство строго, а знаменатель 0 не равен. Так что все точки выколоты, получаются интервалы. Мы берем 100, подставляем. Плюс, 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 везде плюс. Значит здесь плюс. И дальше начинаем знаки чередовать. И очень удобно, у нас все скобки стоят по сути в первой степени. У нас все степени нечетные, значит знаки чередуются. Здесь плюс, здесь минус, здесь плюс, здесь минус. Никаких повторений нет, никаких петелек нет. Остается выбрать ответ. Нам надо больше 0. Но мы для себя выбираем часть, где получились плюсы. И записываем, что x принадлежит промежутку от 0 до 2 и от 4 до плюс бесконечности. Отлично. Готово. Идем дальше. Следующий пример. Очень похоже. И действия у нас те же самые. Мы собираемся перекинуть в одну сторону, привести к общему знаменателю, а потом числитель и знаменатель на множитель разложить и решить метан интервал. Мы все примеры именно так и будем решать. Но здесь некоторая сложность. Пока мы переносим все влево. Минус 1 меньше либо равно 0. Домножаем до общего знаменателя. Домножаем на 2x минус 1. Аккуратно переписываем. 2x квадрат минус 2x плюс 1 минус скобка 2x минус 1 поддельно на 2x минус 1. Вот тут эта единичка, которая умножалась минус. Учитываем правильно раскрываем скобки, все минусы. Именно вот эти действия. Из-за них потом ошибки возникают. Можно все писать аккуратно. И тогда примеры получаются. 2x квадрат минус 2x плюс 1 минус 2x плюс 1 минус на минус поддельно на 2x минус 1. Приводим подобные слагаемые. 2x квадрат минус 4x плюс 2 поддельно на 2x минус 1. Все это у нас все время меньше либо равно 0. Дальше. Хотим числитель разложить на множители. Там у нас такое квадратное выражение. Мы можем либо сразу выписать себе отдельно такое квадратное уравнение и по формуле с корнями на доложительном множителе. Но лучше мы заранее еще заметим, что у нас здесь 2, 4, 2. То есть если общий множитель 2, то 2 мы за скобки вынесем. x квадрат минус 2x плюс 1. И уже x квадрат минус 2x плюс 1. Вот это выражение будем раскладывать на множители. То есть еще раз переписали неравенство, вынеся двойку. И теперь отдельно и в решении просто рядышком сбоку пишешь. x квадрат минус 2x плюс 1 равно 0. Берем квадратное выражение, приравниваем к 0, решаем уравнение для того, чтобы найти корни и по формуле на скобки разложить. В этом примере у нас получается, что дискриминант равен 4 минус 4 равно 0. x первое второе равно 2 плюс минус корень из 0 делить на 2. Зачем я так странно написал? Потому что у нас вроде получается, что x равен 1. Но у нас корень получился 1, равен 1. Но на самом деле корней их как будто 2. То есть у нас корень один и тот же, и он повторяется. У нас именно первый и второй корень это плюс минус 0, и поэтому значение одно и то же. В квадратном уравнении у него как бы все равно 2 корня, а просто корни совпали. И поэтому ты запоминаешь вот эту ситуацию, что делать, когда дискриминант равен 0. Все вот это выражение, оно заменяется не на скобку x минус 1, оно заменяется вот таким образом. x квадрат минус 2x плюс 1, это единичка на x минус 1 на x минус 1. Для себя можно так написать, чтобы понять. У нас скобка 2 одинаковых корня, одинаковые скобки, они перемножаются скобка на скобку. Получается, что это скобка x минус 1 в квадрате. То есть у нас все вот это выражение заменяется на скобку x минус 1 в квадрате. И как раз об этом еще более подробно думаешь. Для этого этот пример и нужен, что у нас именно такое квадратное выражение так заменяется. Если мы захотим посчитать в обратную сторону, x минус 1 скобку возвести в квадрат, скобку мы возводим в квадрат по формуле a минус b в квадрате, у нас получается первое число в квадрате, x квадрат, минус 2 на x на единичку, минус 2x, плюс второе число в квадрате, плюс единица. То есть именно скобка в квадрате это вот такое выражение. Совсем ловкий уровень, это когда ты, посмотрев на такой пример, даже не считаешь дискриминант, а сразу в нем видишь, что это скобка в квадрате, x минус единичка в квадрате, и не считая никакого уравнения, сразу понимаешь, что это так. Но если это сразу не видно, и так чаще всего, то нужно считать дискриминант. Дискриминант получается равный нулю, ты запоминаешь, что когда дискриминант равен нулю, скобка сворачивается, x минус корень в квадрате. Вот об этом всем подумал, это в примере писать не нужно. В самом номере у нас остается вот это все решив, мы теперь наше выражение заменяем. Двойка на x минус 1 в квадрате поделена на 2x минус 1 меньше либо равно нуля. У нас пример разложен на множители, числитель и знаменатель разложены на множители, все хорошо. На вот эту двойку можно сократить, все выражение взять на нее поделить. И ни на что это не повлияет, мы поделим на положительное число, ничего не поменяется. Но, допустим, оставили. И теперь работает метод интервалов. Ты опять же ставишь паузу и внимательно его делаешь. На оси мы отмечаем корни. Здесь у нас корень единичка, а здесь приравнял нулю знаменатель, решил уравнение 1 поделил на 2, здесь корень 1 вторая. Числа мы распишем на оси. 1 вторая единичка. Подумал, что 1 вторая выколота, потому что в знаменателе, единичка в числителе и закрашена, потому что неравенство не строгое. Мы расставим знаки. Взяли отсюда 10. 10 минус не в карате, плюс, 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 здесь плюс. Перешагиваем через минус единицу, но минус единица относится к этой скобке, и скобка стоит в квадрате. Как раз вот у нас получилась ситуация, когда скобка свернулась в скобку в квадрате, и за счет этого у нас квадраты и четвертой степени получаются. У нас степень четная, знак повторяется. Здесь плюс и здесь плюс. И ты помнишь о том, что когда у нас знак повторяется, нужно рисовать вот эту петельку. То есть мы проскочили минус, и для себя отметим, что минус-то мы проскочили, а он в этой точке как бы есть. Плюс, минус, плюс, плюс, плюс. Перешагиваем через одну вторую, корень знаменателя. Здесь у нас никаких скобок нет, скобка в первой степени. Значит был плюс, стал минус. Ну и выбираем для себя меньше либо равно нуля. Здесь меньше либо равно нуля. И в этой точке тоже меньше либо равно нуля. В этой точке равно нулю, поэтому единица пишется в ответ. Это надо не забыть, а иначе задание будет решено неправильно. У нас ответ получается. x принадлежит от минус бесконечности до одной второй, круглая скобка, и отдельно точка единичка в фигурных скобках. Следующий пример. И уже ты смело ставишь на паузу и стараешься до какого-то момента дорешать сам. Потому что действия одни и те же. Нужно все перенести в одну сторону и домножить до общего знаменателя. Там можно смотреть, что получается. Так что переносим все в одну сторону. Получается минус 2 минус 3 деленное на x минус 1 меньше нуля. Смотрим какой будет общий знаменатель. Это будет x умноженный на скобку x минус 1. Значит сюда мы домножаем на x минус 1. Двойку мы должны домножить и на то, и на то. То есть мы на x и на x минус 1. И последнюю дробь домножаем просто на x. Получается, что у нас появился общий знаменатель произведения x на x минус 1. Сверху 2 на x минус 1. Минус 2x на скобку x минус 1. Минус 3x меньше нуля. Знаменатель мы трогать не будем. У нас там уже хорошо все разложено на множители. Мы к этому и стремимся. Обчислители нужно считать и смотреть, что получается. 2x минус 2 минус 2x квадрата плюс 2x минус 3x. Отделено все на x на x минус 1. Меньше нуля. Аккуратно приводим подобные слагаемые и пишем в правильном порядке. Сначала пойдет слагаемое с x квадрата. То есть минус 2x квадрата. Дальше посчитаем иксы. 2x плюс 2x это 4x. Минус 3x получается плюс x. И осталось число минус 2 подделено на x. x минус 1 меньше нуля. Очень внимательно. Ты запоминаешь, что когда у нас появляется квадратное уравнение, квадратное выражение, перед x квадратом у которого стоит минус, этот минус нужно вытащить вперед, минус 1 вынести за скобку, и все выражение на минус 1 умножить. При этом поменяется знак неравенства. Обязательно так делаем, потому что иначе будут еще какие-то сложности. Так что заметив, что перед x квадратом остался минус, минус мы выносим за скобку, остается 2x в квадрате. Минус x плюс 2, поделено на x, x минус 1. Меньше нуля. Вот такое неравенство мы умножаем на минус 1. Ты помнишь, что мы должны обязательно при этом поменять знак неравенства. Умножаем на минус 1, этот минус как раз пропадает, и остается все то же самое выражение, только больше нуля. 2x квадрат минус x плюс 2 поделено на x, x минус 1 больше нуля. Все, теперь раньше у нас было такое неравенство, а теперь мы решаем вот именно то, что написали. Нам в ответе будет нужен ответ вот этого неравенства. Мы все аккуратно преобразовывали и получили такое выражение. Следующим шагом у нас будет разложить числитель на множители. Ты наверняка попробовал сделать это сам и удивился, потому что 2x квадрат минус x плюс 2 равно нулю. Дискриминант такого выражения 1 минус 4 на 4 на 16 равен минус 15. Тривой, главное, что он отрицательный. Дискриминант меньше нуля. И у уравнения нет решений. И вот об этой ситуации сейчас будем подробно разговаривать. То есть у уравнения нет решений, а с неравенством ничего не понятно. Это отдельная ситуация, которая встречается в примерах. Ты запоминаешь, что нужно делать в таком случае, и мы все это обсуждаем. Вот это я оставлю, потом мы продолжим решать, а пока разговариваем отдельно. Отдельно наш пример. 2x квадрат минус x плюс 2 больше нуля. То есть неравенство без всяких дробей, отдельное такое квадратное неравенство. И видя квадратное неравенство, мы опять же хотим посчитать для него дискриминант, найти корни и по формуле на эти скобки разложить. Но у нас получается дискриминант меньше нуля, и корней нет. И вот эту особенную ситуацию ты запоминаешь. Несколько подходов к ее объяснению, к ее решению. Первое. Что мы можем сделать? У нас нет корней, и мы методом интервалов можем нарисовать ось x, на которой нам нечего отмечать. У нас нет ни одного корня. Значит, у нас вся числовая ось, это как один сплошной большой интервал. Мы берем какое-нибудь любое число, подставляем, можем взять 0, можем взять 10, можем взять 100. Допустим, взяли нолик, подставили. 0 минус 0 плюс 2. Двойка. Здесь получается положительное выражение. Значит, на всей числовой оси все вот это выражение всегда положительное. И другое для этого объяснение, нужно еще вспомнить, когда-то в 9 классе был способ решения с помощью графика параболы, как проходит в этом случае график параболы. У нас парабола с ветвями вверх, которая не пересекается с осью x. Она расположена вся выше, чем ось x, и у нее везде плюсы, везде положительные значения. Вот то же самое. При любом иксе все вот это выражение положительное. Парабола не пересекается с осью x, именно потому, что дискриминат отрицательных корней нет. И значит, мы решаем больше нуля, хотим выбрать, где плюсы, а плюсы у нас везде. Значит, решение у нас, любое число, x принадлежит от минус до плюс бесконечности. Можно еще записывать, x принадлежит r, множество действительных чисел. Один подход. Другой подход, более важный, который нам как раз в больших примерах будет нужен. Мы берем и делим все неравенство на такое выражение. 2x квадрате минус x плюс 2. Зная, что оно больше нуля. То есть, вообще, мы не можем просто так брать неравенство и делить на какие-то иксы, на выражения с иксами. Мы делим обычно только на числа или какие-то константы. Здесь мы делим на выражения с иксом. Почему мы так делаем? Мы знаем, что у этого уравнения нет решений. Мы никогда не делим на ноль, потому что корней у этого выражения нет, никогда на нулю не равно. И более того, мы знаем, что это выражение положительное. Мы делим на положительное какое-то выражение, как в начале видео, делим на плюс, и у нас все сокращается. У нас все это выражение делится на само себя, вместо него остается единица. А с правой стороны ноль на что-то делится, получается ноль. Единица больше нуля. При каких иксах какое неравенство верное? При любых. У нас единица всегда больше нуля, поэтому тот же самый ответ x принадлежит r. Вот нужно подумать о том, что в такой ситуации нам можно делить на все вот это квадратное уравнение, зная, что у него корней нет, и то, что перед x квадратом сейчас стоит плюс, то есть все это выражение положительное. Хотя просто так на иксы, на любые выражения с иксом делить нельзя бездуманно, не подумав. Для сравнения, давай напишу какой-нибудь номер. x на x минус 2 больше нуля. В таком примере мы, конечно же, не можем поделить на x, потому что мы теряем корни, если у нас что-нибудь такое останется, у нас пол решения пропадет, ну, как в уравнениях. Мы, поделив на x, который равен нулю, корни теряем, решение теряем, а еще более того, в неравенствах какая проблема? Вот если мы делим на x, мало того, что корень теряем, мы еще не знаем, какой этот x, то ли он больше нуля, то ли он меньше нуля. При каких-то иксах мы делим на положительное число, тогда знак неравенства нужно оставить, а при каких-то иксах мы делим на отрицательное выражение, тогда знак неравенства нужно поменять. То есть просто так делить нельзя. А вот именно в такой ситуации, когда у нас дискриминант у квадратного уравнения равен нулю, все выражение всегда одного знака. Оно всегда положительное, потому что парабола находится сверху, и при любом x, можешь сам поподставлять любые числа сюда, всегда получается положительное выражение. Значит, мы можем на него разделить, ничего при этом плохого не происходит, мы делим, и в пример, ну такой пример, у нас остается единичка больше нуля, просто верное равенство. А в таком примере, возвращаемся теперь сюда, подумав обо всем этом, мы делаем то же самое. Мы берем и посчитав дискриминант, делим на эти 2x квадрат минус x плюс 2, написав, что это выражение строго больше нуля. Мы делим, у нас числитель сокращается, и остается только знаменатель. x на x минус 1. А в числителе единичка осталось больше нуля. И уже для этого неравенства мы применяем метод интервалов. Но тут он совсем короткий. Точка 0, точка 1. Все выколото. Знаки плюс, минус, плюс. И берем плюсы, и записывается ответ. x принадлежит от минус бесконечности до нуля от единички до плюс бесконечности. То есть самое главное в этом примере не вот это решение, а ситуация, что делать, если при разложении квадратного выражения на множители у нас получается дискриминант меньше нуля. Именно это нужно запомнить, и вообще запомнить вот такие 3 случая. Дискриминант больше нуля, отлично, у нас два корня, просто на две скобочки. Дискриминант равен нулю, значит сворачивается в скобку в квадрате. А если дискриминант меньше нуля, значит мы можем, ну, у нас выражение нулю никогда не равно, всегда одного знака, значит мы берем и на это выражение сокращаем. Причем обратите внимание, что мы там вынесли минус за скобку, именно поэтому у нас тут плюс 2x квадрата, и это выражение положительное. Если бы мы минус не вынесли, было бы то же самое, но мы бы делили на минус, 2x квадрат минус x плюс 2, минус, короче, выражение, мы бы на него делили, и то выражение, оно было бы всегда отрицательное, мы бы все равно на него делили, но поскольку бы делили на минус, надо было менять знак неравенства. Вот с этим можно запутаться, поэтому мы сначала вынесли минус, на него домножили, а потом уже посчитали дискриминант, мы видели, что он меньше нуля, и потом на этот 2x квадрат минус x плюс 2 разделили. Так постоянно в примерах ЕГЭ нужно делать. Идем дальше. Ну и последний большой пример из ЕГЭ. Это был номер ЕГЭ в 2013 году. И несмотря на то, что он такой большой и сложный, он решается как обычно. Поэтому я тебе советую поставить паузу и до конца, до ответа, его самому решить и сравнить с моим решением. Делаем как обычно. Переносим в одну сторону и домножаем до общего знаменателя, до x-4. Так что здесь я пишу минус 3 меньше либо равно 0. И каждое слагаемое, у которого знаменателя нет, домножаю на x-4. Такую скобку. Здесь x-4, здесь, здесь x-4. Аккуратно под большой дробью все расписываю. x3 на скобку x-4 плюс 6x2 на скобку x-4 плюс 21x2 плюс 3x минус 12 минус 3 умножить на скобку x-4 поделиваю на x-4 меньше либо равно 0. Аккуратно раскрываю скобки. Именно в этом надо не ошибиться. x в четвертой степени минус 4x куба плюс 6x кубов минус 24x квадрата плюс 21x квадрата плюс 3x минус 12 минус 3x плюс 12 поделено на x-4 меньше либо равно 0. И начинаю собирать подобные слагаемые. Самое хорошее, что в этом номере происходит, здесь мы сделали правильно и уничтожаются. 3x минус 3x ушли. Минус 12 плюс 12 ушло. Теперь подобные слагаемые собираем. x4, он такой один, x в четвертой степени, x кубы считаем вот x кубе и вот x кубе минус 4x куба плюс 6x кубов плюс 2x кубе и квадраты. Минус 24x квадрат плюс 21x квадрат минус 3x квадрата поделено все на x минус 4 меньше либо равно 0. Хотим теперь числить и разложить на скобки. И с одной стороны не страшно, там вроде x в четвертой степени, и что же делать? Ну, ты внимательно посмотрел на пример. И как раз потому, что у нас больше нет слагаемых с x-ом и числа. У нас x в четвертой, x кубе и x в квадрат. У нас есть общий множитель x в квадрат. x в квадрат можно вынести за скобку. Остается x в квадрате, и в четвертой степени забрали, осталось x в квадрате. Плюс 2x минус 3 поделено на x минус 4. Все становится гораздо лучше. Тут у нас получается квадратное уравнение, которое мы отдельно хотим разложить на скобки. Ты выписал, что это выражение равно 0, посчитал для него дискриминант или сделал потерями Риетта, и понял, что у него получаются корни. x в квадрате, а корни получаются x минус 1, x плюс 3. И поделено все на x минус 4. Меньше либо равно 0. Так, и вот теперь пример дошел до такого состояния, что можно к нему применить метод интервалов. Я это делаю. Рисую ось. x на ней отмечаю корни. Подумал о том, что x в квадрате это точка 0. Здесь единичка. Здесь минус 3. Здесь четверка. Расставляю знаки, расставляю числа. Минус 3, 0, 1, 4. И думаю о том, что знаки надо закрасить. У нас тройка единичкой 0 закрашенной. Здесь закрашена, тут закрашена, здесь закрашена. И начинаю расставлять знаки методом интервалов. Беру точку справа. 100, плюс, 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 все плюс. Значит здесь плюс. Шагаю через четверку, получается минус. Шагаю через единичку, скобка стоит в первой степени, значит получается знак меняется на плюс. Шагаю через 0, 0 стоит в квадрате, четная степень, значит знак нужно повторить. Пишу тут плюс. Шагаю через минус тройку, минус тройка, вот эта скобка, она стоит тоже в первой степени, значит знак нужно поменять. Был плюс, стал минус. Пишу минус и закрашиваю себе ответ. Решаем меньше либо равно нуля. Здесь меньше либо равно нуля. И здесь меньше либо равно нуля. И получается ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до минус тройки. От единички до четверки. Здесь квадратные скобки, здесь круглые. И вопрос в том, так у тебя получилось или нет. Если у тебя получилось точно так же, как у меня, то за такое решение на экзамене тебе поставили бы не 2 балла, а 0. Задание целиком бы не засчитали. А если у тебя получилось по-другому, и правильно, наверное, тогда поставь паузу и напиши правильный ответ в комментарии со своими объяснениями, как ты понимаешь, в чем я ошибся в таком номере, как нужно сделать правильно, как про это не забывать. В общем, напиши, что ты думаешь про эту ситуацию. Но мы закончили с примерами из ЕГЭ и переходим к таким, не то что они примеры не из ЕГЭ, а такие короткие неравенства, которые у тебя будут встречаться, когда ты будешь писать какие-нибудь ОДЗ у логарифмов, например. У нас будут логарифмические неравенства, там будут именно такие коротенькие примеры. А сейчас мы тренируемся такие короткие примеры решать, еще раз тренируемся применять метод интервалов, и все до блеска отшлифовываем. Поехали. x квадрат больше 4. Мы все неравенства хотим теперь решать методом интервалов, тем более мы научились это делать. Так что написать, что x больше, чем плюс-минус 2, это полная ерунда, это неправильно. Как мы решаем неравенство? Мы переносим в одну сторону и раскладываем пример на множители. Переносим четверку влево, x квадрат минус 4 больше 0, с левой стороны у нас получается формула разности квадрата. x минус 2 на x плюс 2. Такое произведение больше 0. Но либо ты решил уравнение, уравнение корней плюс-минус 2, как раз по формуле, как обычно, получается x минус корень, x минус второй корень. Пример разложился на множители. Точки минус 2, 2, выколоты. Знаки плюс-минус-плюс. Берем плюсы и записываем ответ от минус бесконечности до минус 2, от 2 до плюс бесконечности. Отлично. Еще раз. x квадрате меньше пятерки. Щелкну паузу, подумал, проверяем. Делаем. Опять то же самое. Мы переносим пятерку влево, меньше 0. Несмотря на то, что пятерка нет такого числа в квадрате. Ну как сказать, нет. Вот тут 2 в квадрате 3, 4. А какое число дает в квадрате 5? Корень из 5. Поэтому мы берем и раскладываем, как x минус корень из 5, x плюс корень из 5. Пользуемся формулой разности квадратов, либо решив простое квадратное уравнение. Отмечаем эти числа на оси. Минус корень из 5, плюс корень из 5. Точки выколоты. Теперь самые знаки плюс-минус-плюс. И берем средний промежуток. И пишем ответ от минус корня до плюс корня из 5. Опять же, внимательно подумал, что вот эти квадратные неравенства именно так их нужно решать. Вот это правильное решение. А вот все записи типа x больше чем плюс-минус 2, это полная ерунда. Что это такое? x больше 2, x больше чем минус 2. Опять у нас какие-то полрешения теряются. Получается все время неправильно. То есть, написать как в уравнении, так нельзя. Нужно решать неравенство методом интервалов. Раскладывая пример на множители и получая для него корректный, правильный ответ. Ну, идем дальше. x квадрат больше чем минус 4. И щелкнул паузу, подумал. Когда подумал, ты внимательно подумал. Не так, что, Павел, сколько можно, один и тот же пример. Решаем уже третью минуту или сколько, 10 минут, а уже полтора часа видео. x квадрат плюс 4 больше нуля. Такой пример, но такие скобки не раскладываются. У нас x квадрат плюс 4. То есть, не бывает формулы суммы квадратов. У нас здесь стоит плюс, а в формуле она должна быть минус. Тогда раскладываются на скобки а минус b, а плюс b. Здесь на такие скобки не раскладываются. И как раз отдельно, если решать уравнение, x квадрат равно минус 4, ты понимаешь, что у такого уравнения нет решений. Не бывает число в квадрате равно минус 4. Но либо если все совсем плохо, можно перенести в одну сторону и посчитать дискриминант. Дискриминант получается отрицательный, как раз поэтому решений нет. Пустое множество. Значит, вот это все выражение, у него нет корней. Оно всегда одного знака. Ты запомнил, что когда мы знаем про выражение, что у него нет корней, мы можем его взять и разделить на x2 плюс 4, зная, что оно больше нуля. Останется у нас, в примере, единичка больше нуля, и такое неравенство выполняется всегда само собой. Но либо на оси x мы можем поставить гордо знак плюс и убедиться, что у нас при любом x, вот это выражение положительное, оно всегда больше нуля. В любом случае нам все подходит, поэтому x принадлежит от минус до плюс бесконечности. И это правильный ответ. То есть мы можем сделать его с помощью метода интервалов, можем нарисовать параболу, подумать, что она вся выше оси x. Можем поделить, например, на вот это выражение, как мы сделали, сократить. Останется единичка больше нуля, неравенство, которое всегда выполняется. Верное неравенство при любом x, ответ x принадлежит любому x, любое число. Можно было сделать то же самое вообще быстро, без всяких методов интервалов. Просто посмотреть на сам начальный пример. Вопрос. Какое число в квадрате больше, чем минус 4? Ты знаешь, что любое число в квадрате дает нам положительный результат, либо 0. То есть 3 в квадрате 9, минус 3 в квадрате все равно 9, а 0 в квадрате 0. То есть когда мы число в квадрате, получается либо 0, либо положительное число. Минус 4, у нас все эти результаты больше, чем 0, и значит, тем более, больше, чем минус 4. Любой x сюда подходит, вот у нас любой x в ответе и написан. Если это понял, то быстро напишешь ответ для следующего примера. x в квадрате меньше, чем минус 100. Делаем то же самое. x в квадрате плюс 100, меньше 0. На скобке не раскладывается, ты понимаешь, что уравнения, приравняв к нулю, решений нет. Дискриминация отрицательна, либо решений нет, корней нет. Значит, все это выражение одного и того же знака. При любом x, вот это выражение положительно. Мы можем на него либо разделить на скобку x в квадрате плюс 100, написав, что это больше нуля. Когда мы делим, у нас остается единица меньше нуля. А это какое-то странное неравенство единицы меньше нуля. При каком x это верно? У нас тут x-а-то нет, а главное, что это всегда неверно. То есть у нас при любом x неверно, значит, у неравенства нет решений. Такое тоже бывает иногда. Что у нас, какой бы x мы ни брали, любое число в квадрате не может получиться меньше, чем минус 100. Но либо у нас была картинка, на которой был написан знак плюс, что при любом x всегда положительно. А мы решаем меньше нуля и хотим выбрать минусы. Минусов нет, значит, решений нет. Так что ответ неравенства в этом случае, пустое множество, нет решений. Это тоже запомнил. Четыре почти одинаковых примера. x квадрат то больше нуля, то больше либо равен нулю, то меньше либо равен нулю, то строго меньше нуля. Все неравенства хотим решать метам интервалов. Что у нас получается? Здесь у нас уже, примерно, разложены скобки, и скобка стоит в квадрате. Ты помнишь, что это точка 0, точка выколота, и мы ставим знак плюс, и с этой стороны плюс, потому что x стоит в квадрате. А хотим решить больше нуля, выбираем там, где плюсы. У нас везде плюсы, но точка выколота. Значит, решаем методом интервалов. Нам все подходит, кроме нуля. И ответ мы запишем. x принадлежит от минус бесконечности до нуля, от нуля до плюс бесконечности. Подходит вся числовая прямая, кроме точки 0, в которой дырка. Подумал об этом, и о том, что можно было решить еще быстрее. Опять же, воспользовавшись знанием о том, что любое число в квадрате, оно больше либо равно нуля. То есть у нас всегда больше либо равно нуля, и только 0 в квадрате 0. А вот 0 больше нуля, это неверное неравенство. Оно не выполняется. То есть нам подходит все, кроме нуля, вот у нас это в ответе и написано. И тогда в следующем примере, x2 больше либо равно нуля, уже сразу можно сказать, что ответ любое число. Потому что как раз любое число в квадрате, оно больше либо равно нуля. Само собой, это все и написано. Ну а если мы хотим все-таки методом интервалов решить, то мы нарисуем картинку ось x, точка будет закрашена, точка 0. Слева и справа от нее плюсы. То есть нам все подходит. Можем тут нарисовать петельку, и внутри нее минус. Но нам этот минус вроде не играет. Сама точка нам подходит, потому что мы ищем где плюсы, либо где равно нулю. Поэтому вот тут бы я написал вот так, плюс-минус. В этой точке и ответ все равно, x принадлежит от минус до плюс бесконечности. Ну либо x принадлежит r. Следующий пример. Та же самая картинка, что в этом случае. Только теперь мы как раз и ищем на вот этой картинке, где же у нас получается минус. У нас везде плюсы, кроме самой точки, в которой мы петельку все-таки нарисовали. Мы хотим найти меньше либо равно нуля. Значит нам подходят x, какие? Только 0. Все остальные числа, они положительные. А 0 в квадрате 0, и 0 меньше либо равно нуля. Это верное равенство. То есть 0 нам сюда подходит, все остальное не подходит. Значит в ответ мы напишем такую изолированную точку, x принадлежит 0. x квадрат меньше нуля. Точка 0, плюс, плюс. Никаких петелек нету или есть. Но точка в ответ не входит, потому что у нас... Потому что она у нас выколота, неравенство строгое. Сама точка нам не подходит, здесь и здесь плюсы, а ищем и минусы. Минусов нигде нет, никакое число в квадрате отрицательным быть не может. Значит ответ у этого неравенства, пустое множество, нет решений. Вот эти четыре ситуации очень часто везде встречаются, нужно про них все правильно понимать. За счет того, что у нас число в квадрате, оно всегда больше либо равно нуля. И еще за счет метод интервалов. Тоже уметь метод интервалов применять к этим четырем простым неравенствам. Последние два номера. x квадрат плюс 2x плюс 5 меньше нуля. Вмешаем квадратное неравенство, хотим для этого сначала решить уравнение, считать дискриминант, найти корни и на множестве разложить. Но когда ты начинаешь считать дискриминант для уравнения, приравняв к нулю, у тебя получается 4 минус 20 меньше нуля. Дискриминант отрицательный, значит решений нет. Ты сам для себя выбираешь объяснение, которое тебе больше нравится, которое ты лучше понимаешь. Как же такой номер решить? Решений нет? Значит можно нарисовать параболу, которая находится вся в высшей оси x, потому что перед x квадратом стоит плюс. Тогда у нас везде плюсы. Можно сказать, что мы просто рисуем картинку для метода интервалов с одним интервалом, у которого нет корней, поэтому один интервал, подставив любое значение нолик сюда, 0 плюс 0 плюс 5, 5 положительное число, значит везде плюсы. У нас везде плюсы, а решаем мы меньше нуля. Минусов нет, значит ответ в первой вот этой ситуации, пустое множество, нет решений. Это у нас первое объяснение за счет картинки с плюсами, а второе объяснение, ты запомнил, что когда у тебя дискриминант получается меньше нуля, можно брать и делить на это выражение, x квадрат плюс 2x плюс 5. Именно в этом случае мы можем на него разделить, как раз зная, что оно строго больше нуля, никаких корней мы не теряем, у него делим, у нас остается единица. Меньше нуля, это неверное равенство. Единица никогда нуля не меньше, ни при каком иксе. Значит неравенство неверное, и опять же именно поэтому у него решений нет. Ну и последний пример, сам над ним подумал, можно было сделать его как-нибудь по-другому, но ты помнишь, что когда перед x квадратом минус, нужно минус сначала вынести на скобку, тогда станет гораздо лучше. x квадрат плюс 2x плюс 5 больше нуля, минус вынесли, и на эту минус единицу делим или умножаем, без разницы, допустим делим. x квадрат плюс 2x плюс 5 становится меньше нуля, и получается, что вот этот пример и этот одно и то же. У этого номера тоже нет решений, точно так же, как я только что объяснил. Если очень быстро, то задавай вопросы в комментариях, но должно быть понятно. И на этом мы подводим итог. Коротко пробежимся по всему, что мы сегодня говорили. Но не с самого начала, все-таки у нас знание сильно прибавилось. Во-первых, все неравенства, кроме совсем простых, линейных, все неравенства мы хотим решать с помощью метода интервалов. Суть этого метода заключается в том, что мы первым делом пример раскладываем на множители. Для этого в большом номере мы все перекидываем в одну часть, домножаем до общего знаменателя, знаменатель оставляем, числитель и знаменатель раскладываем на множители. При этом у нас происходят разные ситуации. Допустим, у нас х квадрат минус 3х плюс 2. Квадратное уравнение сверху, а снизу что-нибудь вот такое? Минус 2х. И вот с таким примером быстренько сейчас потренируемся. Сверху квадратное уравнение, мы его выписываем, равно нулю, находим для него корни. У нас какие могут быть ситуации? Что дискриминант больше нуля? Отличная ситуация, когда у нас есть два корня, и у нас числитель на две скобки раскладывается. А в знаменателе еще проще, просто х за скобку вынесли. Разложили на скобки и пример решаем. Вот это у нас ситуация, дискриминант больше нуля. Если бы в примере все было так подобрано, давай тут будет минус 2х плюс 1, как сегодня было. Если в числителе или в знаменателе, неважно где, просто такое выражение, у которого дискриминант равен нулю. Тогда ты запомнил, что все это выражение сворачивается в скобку в квадрате. x минус корень, который ты находишь. Скобка становится в квадрате, и когда мы будем рисовать знаки на оси и знаки чередовать, квадрат нам знак повторит, и в этом точке мы нарисуем петельку. Так что ситуация, дискриминант равен нулю, разобрался и запомнил, она тоже часто попадается. А если у нас бы дискриминант был меньше нуля, давай сюда прибавим не единичку, а 10. И вот у такого примера, если его расписать равно нулю, посчитать дискриминант, такой дискриминант меньше нуля. Ты запомнил, что как только дискриминант меньше нуля, еще проще мы прям берем и на это выражение делим. Минус 2х плюс 10. Делим, оно пропадает, и остается только х на х минус 2. Меньше нуля. Еще лучше. Нужно делить внимательно именно только в таком случае. Пока. Потом у нас еще будет ситуация, когда можно тоже делить на выражение с хами. Пока у нас одна единственная такая ситуация, что мы делим на выражение, у которого дискриминант меньше нуля. Ну и причем, если сейчас оно стоит в числителе, и мы на него делим, а если бы у нас оно было в знаменателе, то мы бы на него не делили, а умножали. И результат был бы тот же самый. Сам метод интервалов сегодня достаточно потренировались. Здесь точки расставляем на оси в порядке возрастания, ставим самый правый знак, подставив сотку, и знаки чередуем. Если у нас корень относится к скобке, в четной степени знак повторяется, если в нечетной, меняется. И нужно еще вот это все понимать, почему он повторяется, почему меняется. Потому что в четную степень знак убивает, и там при переходе через эту точку получается то же самое, как и было. А если нечетная степень, то именно знак всего выражения поменяется на противоположный. Нужно, главное, когда ты это все понял, или примерно понял, нужно хорошо потренироваться, решать много примеров. Вот этот метод интервалов, он лежит в основе вообще всех неравенств. Принципиально. То есть дальше будет неравенство со степенями, с логарифмами, какие-то смешанные неравенства, и все равно мы там всегда будем приходить к методу интервалов. Каким же неравенством с эксами, либо с буквой Т, когда делаем замену. И эти неравенства нужно решать правильно, пользуясь методом интервалов. Так что ты делаешь домашнее задание, которое есть по ссылке. Там примеры тоже из прошлых лет. Нужно сделать правильно, неправильно, задать вопросы, если что-то не получается. Ну и самому стараться решать варианты, самому стараться решать задания, находить какие-то сложные примеры, которые сделать не получается. Тогда будешь разбираться, и на экзамене пример легко решишь. Все, на этом достаточно. Не забудьте в комментариях написать правильный ответ к этому номеру. Я буду очень рад, что ты его решил верно. На этом все. Счастливо. Пока.